здравствуйте девчата всем привет надеюсь надеюсь что нас видно и слышно как обычно по-модному да говорят нас слышно видно кто-нибудь нам сейчас махнет рукой опа сердечко полетело как приятно здравствуйте девчата сегодня у нас четверг как всегда прямой эфир значит мы с вами сегодня как как и обычно значит мы с вами будем делать несложные дизайны незамысловатые дизайны в помощь мастерам значит так как выходят все новые и новые материалы у нашей замечательной компании вертормашками стоит эми помните да вот добрый день честно знаете что сделал прикрою дверь а чтобы нам не мешали секундочку и хочу вам рассказать о том что вы наверно уже слышали и видели те кто следят за творчеством екатерина николаевна мирошниченко знают что у нас выходят бесконечно новые материалы значит и конечно же для того чтобы не просто купить и чтобы они валялись мы пытаемся вам рассказать и показать что можно было бы сделать ну допустим это на наш вкус да у всех вкусы разные о них не поспоришь кто-то любит однотонные ногти короткие кто-то любит более длинные да вот и с дизайном ну на вкус и цвет товарищей нет я вообще лично я как бы не не являюсь никаким там ценителем скажем там и не слежу за модой в ногтях и погну как бы знаете вот у меня иногда спрашивают а что сейчас модно мне кажется модно то что нравится да вот людям и я вот кстати у вас сегодня другой маникюр я только что хотела пытаюсь знаете как бы подобрать слова и рассказать вам вообще страшную историю со мной приключилась буквально недавно и я уже много раз говорила что всегда хожу с одними и теми же ногтями имеется ввиду один и тот же дизайн черный френч потому что мне нравится вот но я тут значит была моделью была моделью девчат значит и моя дочь моя дочь она тоже мастер вот зовут екатерина как люгина вот и она тренировалась делать ногти и нашла вот это вот найти подопытного кролика и я надеялась что мы ну понятно что там форму мы конечно сделаем давайте я вам так покажу форму сделаем как бы ну тоже так типа миндалевидную там какую-то там длинненькую вот но и нарисуем черный френч на что мне было сказано хватит уже прикалываться и типа давай мы что-нибудь замутим а так как она тренировалась делать ногти верхними формами вот и короче тут вот намутили и камуфляжик но это черный тюльпанчик конечно внизу ну то есть изначально в верхнюю форму закладывали черный гель немножко блесточек и потом с помощью камуфлирующего геля да значит ну моделировали ногти получились они классные конечно не такие знаете тоненькие тоненький с красивым изгибом видите очень симпатичные причем пришлось сдаться и значит и меня вот надо мной ставили опыты вот ну классно классно прикольно ну при коррекции конечно от корректируем тоже с помощью верхней форме надеюсь дочь моя поэкспериментирует и сделает коррекцию и нарисует конечно же мой любимый черный френч вот но я в принципе знаете если честно я особо не заморачиваюсь я даже перчатку не одевала чтобы показать что-то у меня вот вот найти сама в себе не верю так и ирины фатовой были видела видела да иночка были у ирины фатовой потрясающая конечно техно техника потрясающая подача вот ну как бы очень интересно очень много нового конечно именно связанная именно с наращиванием верхними формами вот ну а мы возвращаемся с вами значит все таки к дизайном потому что я все таки преподаватель по дизайну в школы екатерина николаевна мирошниченко в городе ростове на дону и у нас так же как и вот в средней полосе россии тут резко наступило лето у нас обычно как простое бывает найти сапог сразу в сандалии вот и на самом деле вот случилось действительно это значит уже все тут зеленеет у нас нарциссы цветут тюльпаны повылазили вот и как бы именно благодаря тому что потихонечку потихонечку выходят материалы которыми мы будем пользоваться и всю весну и весь апрель-май и все лето это конечно же очень яркий красивый у нас уже много гель-лаков неоновых у нас есть лаки неоновые а вот у нас теперь еще есть лаки для стемпинга потому что стемпинг сейчас все равно это самый такой популярный до вид техники то что можно сделать быстро кстати у меня вот тоже значит на кончике там пыльки немножко насыпали а сверху отпечатали да с помощью техники стемпинг просто такие крупные буквы с одной из пластин от компании эми вот и причем получается ведь очень классно и кстати знаете что обратила внимание на то что листая готовясь к прямому эфиру обратила внимание на то что очень много дизайны выстраивают и многие как бы любители дизайнов делают это практически вот на голых ногтях да так называемый голый маникюр когда нету цветного покрытия то есть на камуфлирующих базах на камуфлирующих гелях просто сразу делают дизайн прикольно получается мы конечно немножко завяжемся как бы сделаем и голый маникюр такой получается да и в цвете попробуем сделать просто потом я вам выложу все эти варианты на экран и вы сможете сделать скриншот вот значит ну что значит неоновые лаки для стемпинга вот такие яркие вот такие красивые так если мы будем равняться на номера то получается 14 15 16 17 18 красивая такая пятерочка так очень красиво так а у нас снова зима сугробы стемпинг не зашел получается хорошо но возник 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 очень много не ну конечно как бы надо полную девчат в любом случае надо конечно в любом случае в любой дизайнах нужно немножечко поляпаться но самом деле знаете когда ты знаешь технически как это сделать ведь на всех пальцах этого делать не надо можно же задействовать только один ноготочек но максимум два да допустим вот и получается очень прикольно если например на все пальцы вот у меня на всех пальцах видите наискосочек просто буквы да получается это вообще очень легко можно даже не вытирая пластину один и тот же лак задействовать и отпечатывать сиди печатай как бы чпок 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 тем более что тут видите хаотично очень классно когда в дизайнах нету какой-то конкретики прикольно абстракция знаете она была есть и будет если раньше абстрактные какие-то линии рисовали то сейчас абстрактно отпечатываем с помощью техники стемпинг да любые рисунки с пластин так ну а у нашего сегодняшняя тема мы должны с вами поговорить о том что все-таки еще раз возвращаемся к тому что недавно вышел значит новый набор гель-лаков да цвета красивые яркие не будут доставать из коробки начиная с 468 номера по 475 розовый голубой желтый персиковый зеленый голубой красивый вариант 471 вот как раз таки для голого маникюра очень прикольно то есть можно сделать основу какую-то с блесточками и как бы на любую камуфлирующие базу значит приукрасить любую камуфляж любой камуфляж и как бы добавить блестки да прикольно кстати вот у меня как раз таки блестки да олеся у наталья вы изменили черного френча да я изменила черного френча была моделью была моделью и на мне тренировали сделать ногти и пришлось подчиниться вот а как правило модели они же не особо имеют право голоса правильно уж если ты модель сиди молчи знал знала куда пришла или в моем случае приехала вот поэтому как бы да теперь до коррекции вот с какой-то такой абстракции но мне нравится прикольно все равно черный цвет присутствует такая длина хорошая верхними формами делали ногти прикольно так значит гель-лаки 468 номера по 475 да и задействуем значит и неоновые лаки для стемпинга и что еще в принципе все значит что еще можно в качестве рекламы быстренько в начале прямом эфира на крус 5d вышел новый да уже он есть продажи видите такие яркие прикольные штучки дрючки и вишенки арбузики и сердечки катя уже проводила прямой эфир и рассказывал о том что вышли по большому счету все декорации уже есть в наличии в продаже это и несколько вариантов слайдеров и даже очень приличное количество шармиконов наклеечек да и вот еще вот пятидышный 5 5 5 дышный а вот короче нелкрус но это слайдеры слайдеры выпуклые не такие кругленькие прикольные такие кайфушные можно просто натыкать на один ногой допустим сделали какое-то одно покрытие там допустим желтого цвета да и натыкали там разные надписи мороженку пироженку и так далее прикольные штучки дрючки уже есть в продаже посмотрите нелкрус так и и и и что еще я предлагаю взять пластины вообще пластины как в работу сейчас вообще любые но одни из новых это конечно же вот цветочная тема да вот тут цветочки если можно их задействовать тема с сердечками вот такая абстракция да это последние которые были варианты пластин да и вот такая переходящая можно сказать из весны в лето тут такая морская тема есть и листья есть и цветочки есть вот ну а также я вспомнила про пластину в котором есть вот такие вот отдельные значки помните я если у вас как бы есть наличие может быть у вас не эми пластин может у вас какая-то другая есть но всякие всевозможные тут кошки скелетики зайцы какие-то странные с ушами и так далее то есть мы это все можем использовать для того чтобы раскрасить раскрасить мы будем с вами сейчас стемпинг делать и раскрашивать можно любые другие цветочки взять бабочки можно сделать такие смешные варианты даже и знаете как бы и подогнать их под уличный стиль да стрит стайл то есть как бы можно допустим уличный стиль задействовать как раз таки вот всякие разные значки плюс какие-то надписи и так далее ну варианты с буквами я вообще люблю сильно кстати у меня на руках вот это вот вот эти вот буковки видите красивые такие вот как журнальный шрифт такой прикольный получается так ну что поехали значит за основу мы можем взять любой гель-лак который у нас относится к коллекции до птичка у я уже был как она там птичка перелетная до птичка давайте желтенький с например с розовым смешаем в градиент соединим ну а дальше сделаем какой-нибудь такой простой незамысловатый дизайн так ну что поехали значит я делаю это все быстро без всяких дополнительных материалов сейчас чуть ниже камеру быстрый летний вариант все остальные этот делаем дизайн одного ногтя все остальные ноготочки могут быть покрыты либо желтым либо розовым цветом это не принципиально важно так я обычно делаю всегда одинаково на просушенную базу никогда не вытираю липкий слой с базы ой простите ну правильно просушенную базу господи подумала что заговорилась так на просушенную базу прямо на липкий слой аккуратненько наношим гель-лак так смешиваем два цвета между собой посерединочки смешали два цвета но цвета очень легкие кстати из этого набора из набора последнего гель-лаков очень легко делать градиент какие бы цвета вы не смешивали все смешала серединочку и потихонечку натянула верхний цвет на нижний цвет и обычно говорю всегда ученикам пусть ходит мороз дверь войдет мы не должны с вами прерваться от начала до самого конца протянули до самого конца сняли все излишки видите резкой границы нет они очень легко смешиваются просушиваем и через 30 секунд повторяем все то же самое потому что в любом случае все покрытия делаются в два слоя правильно же так ну давайте аккуратненько типа прошло 30 секундочек и мы с вами повторяем еще раз все то же самое получается у нас верхний цвет желтенький примерно на одну третью часть ногтевой пластины второй цвет розовенький все два цвета есть очень тонкий слой не надо наливать не надо делать жирным слой очень тоненько будет все аккуратненько получаться так смешиваю вот я обычно захватываю да как бы немножечко верхний цвет подмешиваю с нижним цветом все движения кисточки всегда сверху вниз и очень много видела много вариантов градиента там с акриловой пудрой да с чем только они там не делают и можно аэропуфик и какой там еще аппаратом короче градиента аэроградиент этот делать аэрографом вот заговорилась вот не знаю мне кажется вот быстрее чем кисточкой ничего настраивать не надо ничего потом промывать не надо ничего сыпать не надо очень легко если смешать серединку все прекрасно смешивается так ну а теперь а теперь можно просто взять и добавить неоновые лаки причем знаете как можно вот прямо смешать даже на палитра чки взяли например вот так возьмите вот так вот да без всяких там пластин вот немножко розовенького немножко желтенького можно сюда же добавить например какой-нибудь оранжевенький потому что он тоже будет хорошо сочетаться и давайте оранжевенький до 18 16 14 все и теперь набираем все это на штампик видно набрали очень просто я бы глаза подняла прочитала про черный френч сама в шоке так и давайте например вот так аккуратненько вырвала кусочек потому что не дала высохнуть так отпечатала видно пятнышками можно было сначала одного цвета пятнышки отпечатать потом другого цвета пятнышки отпечатать это не принципиально важно я продолжаю просто с подушки на эти все излишки сняла короче так в хаотичном порядке естественно высыхает все это очень быстро на воздухе и теперь давайте подключим какую-нибудь цветочную тему можно взять какие-нибудь цветочки давайте возьмем пластину одну из последних да там с рисунком я даже вы знаете вот как бы не буду называть потому что можно взять абсолютно любую видите вот цветочки потому что у нас еще одна такая же тема из ботаника тут тоже есть цветочки можно их взять давайте видеть просто покрупнее и возьмем конечно же черный цвет сейчас и смотрите как все это очень быстро получается так пластиковая карта у меня есть штамп чистый черный возьму черный да лак для стемпинга 0 2 0 2 потому что 0 1 это белый так давайте черненьким смотрите вот наношу на цветочек девчонки написали что геморрой надо немножко так давайте вот не знаю давайте вот этот вот нижний цветочек вот заполнила его лаком для стемпинга все лишнее убрала легкий накат от слова совсем вот он цветочек убираю лишнее вот так перчаткой и отпечатываю прям сверху есть если вы например не уверены что получится допустим с первого раза девчат можно же перекрыть топом можно же перекрыть топом топом без остаточной липкости и потом только печатать цветочки знаете если мало вот сейчас мне вот раз и не набралось видите он поспешила поспешишь людей насмешишь правильно да выпендривалась называется так отпечатываем нет все равно мне нужно наверно протереть а то я тороплюсь на самом деле если честно можно не протирать бесконечно так сейчас секундочку все лишнее уберу с подушки так все убрала еще разочек дубль два так подниму повыше хорошенечко тут что-то краешки лепесточков не набираются это я знаете хотела показать да сейчас я типа сейчас я покажу как можно быстро ля-ля-ля легкий накат ну вот все в порядке теперь что видимо успела краска высохнуть еще раз повторюсь что если вдруг вот вдруг что-то пойдет не так правда же если можно допустим первые вот эти вот цветные пятна поставили можно конечно же потом перекрыть топом и уже тогда потом все хорошо отпечатается и если не отпечатается всегда можно вытереть хорошо меня на уровне еще вот так плохо набралось до сейчас я вертормашками ветку отпечатаю типа вниз рисунок уходит видно и конечно же закрываем топом тут может быть абсолютно любым я возьму воспользуюсь ультрашайна потому что у меня тут под руками стоит хотя можно воспользоваться теклосом либо любыми другими очень красивые сейчас очень компания имеет множество гель-лаков с перламутром и золотистым и серебристым поэтому как бы любой топ ну я вас покрою например ультрашайна все и закрыли видно то есть можно завязаться на цвет видеть у нас там и градиентик есть и пятнышки неоновые мы поставили плюс добавили еще рисунок он может быть любой видно то есть вот например розовый фон с пятнами да ведь зеленый например фон и в например задействованы неоновые до желтый и зеленый цвет ну черный же я подняла голову пытаясь мало ли вдруг вопросы есть какой основной цвет у вас на ногтях надежды я не буду говорить потому что на самом деле если честно я сейчас вот скажу я просто могу ошибиться я просто была моделью и как бы тут фишка была в том чтобы именно сделать ногти верхними формами и мы брали просто все подряд все что есть баночки даже смешивали для того чтобы просто закамуфлировать немножечко в этот самый самый сам цвет ногтя вот чтобы не сильно бросалось в глаза отрастания вот еще потом перчатку сниму я покажу на второй руке другой другой вариант дизайна так и у нас все готово ну давайте еще какой-нибудь вариант в цвете сыграем давайте вот например зеленый возьмем вот 475 без всяких градиентов очень быстро вариант какой-нибудь сделаем зеленый мы взяли в основу эти цвета очень хорошо сочетаются с белым цветом то есть можно например там все ноготочки белые например на 1 ноготочки взять и градиент сделать так просушиваем этот вариант мы добавляем сюда чтобы у вас было в разные варианты да вот сочетание это вот там здесь без градиента здесь на градиенте хотя на самом деле принцип один и тот же я думаю что каждый найдет если кто-то делает дизайн и если кто-то заинтересован в этом деле я считаю что найдут для себя какие-то варианты которые можно позаморачиваться да немножечко так все просушили давайте возьмем цвета какие классно будут сочетаться с таким салатовым цветом ну конечно же можно взять желтый зеленый можно даже немножко давайте вот так вот допустим возьмем вот так зеленый цвет чуть-чуть желтого можно сюда даже какой-нибудь чуть-чуть синего добавить но получается очень ярковатый чуть-чуть видно так и естественно набираем все это дело на подушку на штампик простить отпечатываем можно с краешку ноготочка можно прям посередине есть так я сейчас чуть уменьшу синего а то у меня что-то в основном синий синий желтый с зеленым и она опять видно чуть-чуть мазнула и продолжу вот сюда прикольно пятнышки так можно сюда чуть-чуть подправить зеленый цвет все пусть будет так можно на задний план даже отпечатать какой-нибудь текст очень прикольно получается если взять какой-нибудь мелкий текст и причем его сделать например отпечатать белым цветом белый цвет всегда освежает неважно давайте возьмем беленький так это убираю с экрана чтобы у нас резкость до было на пластиночки давайте такой мелкий какой-нибудь причем знаете мне сейчас нужно так чуть-чуть чтобы обрывки были просто на заднем плане для интереса легкий накат от слова совсем все взяли буковки и я не сильно буду нажимать на подушку вот немножко так и если например я не уверена то можно конечно же перекрыть каким-нибудь топом без остаточной липкости чтобы уже не испортить фон который мы задали да такой хаотичный такой как сказать уличный стиль да мы с вами говорили там стрит стайл так и теперь отпечатать сюда какие-нибудь можно например взять насекомых вот пластина ботаника да можно и цветочки можно и стрекозки можно и цветочки одно и другое так ну давайте давай давайте попробуем так черный цвет черный лак давайте чтобы нам такого давайте вот этот цветочек знаете как обычно думаю сейчас я раз давай готова потом начинаешь сидишь и думаешь господи какой бы рисунок набрать для полного счастья какого не хватало так отпечаталась плохо мне не нравится сейчас попробую еще разочек потому что кто-то заложкался ведь лачок же быстро очень высыхает да нужно как бы поторопиться же конечно а еще когда кто-то нервничает с этой стороны экрана вообще как бы так так секундочку еще разочек нет и посмотри опять надо все-таки вымывать это сама себя сглазила кто-то написал же типа вот геморрой да на самом деле не геморрой нифига просто во первых не очень удобно под телефоном когда работаешь с клиентом сидишь все это конечно гораздо удобнее получается особенно на своем родном любимом рабочем месте все не буду я нет хочу все равно этот мне нравится хотела отказаться от этого цветочка так вот в нижней части цветочек есть теперь например давайте туда какую-нибудь пчелку или бабочку у кого что есть сейчас настолько много пластину всех разных я в основном знаете под посмотрела и на раз так смотрю в основном это все равно леопардовые пятнышки полосочки тигрины все это как бы вот крутится все равно вокруг каких-то основных элементов нет мне не нравится да что ж такое то вот такой прямой эфир получился теперь я еще больше нервничаю врешь не возьмешь хочу чтобы она очень хорошо отпечаталась пока все в порядке да все отлично самое главное знаете поругаться самой на себя когда ругаешься со мной на себя думаешь девчонкам классе говорю так на себя ругаться запрещено сама понимаю пока не поругаешься ничего не получится я убираю пальцем все что лишнее вижу все пальчиком так давайте вверх тормашками все больше ничего не буду печатать пусть это будут цветные пятна и такие конкретные элементы да так ну и закрываем опять же топом но я опять же воспользуюсь ультрашайном потому что мне больше всех нравится всегда во первых потому что такой знаете безотказный очень долго держится не знал это вот как бы знаете бывают же фавориты да допустим там теклос как теклос топ и безлипого слоя да он мягкий пористый как бы он хорошо подходит для промежуточных этапов а вот ультрашайн тебя только в конце и только один раз так я пока подниму глаза сейчас здравствуйте если лаков для стемпинга нет чем можно заменить залия спрашивает залия знаете вот как бы можно просто взять лаки лак для ногтей попробовать поработать у нас допустим на курсе есть такое понятие как отпечатывание техники стемпинг с помощью эмпасты эмпасты это гелевая краска без остаточной липкости вот вот обыкновенными гель-лаками значит она ну не получится потому что гель-лаки жидкие они растекаются и отпечатывать не получится за счет вот этой вот их жидкости да жидкостной вот этой структуры гелевыми красками принципе по большому счету можно но нужно подбирать очень плотные гелевые краски вот эмпасты эмпасты это что такое эмпаста вот допустим характеристика техническая это гелевая краска без остаточной липкости ей можно рисовать как под финиш да под топовое покрытие так и на топовое покрытие вот Поэтому эмпасты, они более густые, более укрывистые, более пастозные, и ими можно как раз-таки технику стемпинга выполнять. Но и только если лаки для стемпинга высыхают очень быстро на воздухе, то эмпасты нужно обязательно сушить, конечно же, в лампе. Хотя можно не бояться, что эмпаста высохнет на воздухе, и вы не успеете отпечатать, в отличие, допустим, от лака для стемпинга, который быстро высыхает. А эмпасту придется, конечно же, просушить. Так, ну что, значит, мы с вами сделали вот такими цветными пятнышками. Просто это вам идеи для цветного, да, как бы как это можно будет совместить. Ну и давайте мне вот этот нравится с раскрашиванием, да, такой вот вариантик с раскрашиванием. Вот, значит, мы с вами возьмем за основу какой-нибудь гель-лак, который похож на камуфлирующую базу. И буквально через минутку я ищу типсик. Ага, нашла. И я пользуюсь обычно, если, допустим, делаю какой-то дизайн для демонстрации, то обычно мне очень нравится воспользоваться лаком 151. Это не значит, что им нельзя пользоваться в жизни. Конечно же, им тоже можно воспользоваться. Очень получается красивый такой фон бежевый с легким-легким верцанием. Так, возьмем 151-й гель-лак в основу. Несмотря на то, что у меня типсик такого, ну, камуфлирующего цвета, да, вот, получается очень такой красивый-красивый бежевый оттенок. Лак 151-й, коллекция свадебные, да, гель-лаки. Свадебная коллекция гель-лаков. Очень красивый и очень, как бы, ну, людей, кто любит вот такие бежевые оттенки спокойные, нюдовые, да. Значит, очень красивый цвет. И если у вас есть такая возможность, если есть желание подыскать, может быть, в интернет-магазине Эми Ростов или там где-то в представительствах, ну, 151-й гель-лак, это супер-пупер. Можно к нему добавить, вот, допустим, вот у меня тоже, видите, такая камуфлирующая основа идет, и там блесточки. Мы можем тоже с вами добавить блесточки, и получается будет очень прикольно. Я взяла лак, который как раз-таки входит в последний набор гель-лаков, 471-й номер. Он, видите, состоит из большого количества блесток, шиммера, да, причем разного цвета, ой, простите, разного размера. Вот, значит, на камуфлирующую базу, да, или на камуфлирующий гель, которым вы делали ногти, вы можете просто сверху чуть-чуть, буквально, капельку. Можно, конечно, и какие-нибудь сухие там блесточки. Я думаю, что у любого мастера есть залежи таких сухих глиттеров, глиттеры на букву, на всех случаях. Значит, очень много всяких блесточек лежит в баночках, которые сто пудов не задействовали. А вот сейчас как раз на весеннее солнышко можно воспользоваться. Так, аккуратненько взяла, натянула кисточкой для градиента. Я нанесла только верхнюю часть ноготочка и аккуратно, тонко-тонко-тонко постаралась распределить. Потому что, если налить, лишняя толщина будет, да, все-таки нам еще перекрывать надо будет и так далее. Так, все, просушиваем. Веселенькие. Работа с импастой. Так, сейчас я вернусь. Да, ультрашайн. Сирена со мной согласна. Жень, покажите, пожалуйста, работу с импастой. Ну, давайте сделаем так. Сейчас как бы у нас, ну, как бы есть тема прямого эфира, да, то есть как бы не могу сейчас сделать этого, потому что уже иду по намеченному. То есть пытаюсь вам показать работу с неоновыми лаками для стемпинга, с гель-лаками из коллекции, из последней коллекции вот эти вот, которые мы с вами задействуем сегодня. Вот, поэтому я думаю, что в прямых эфирах все равно работа с импастой будет неоднократно. Вот, и попробуйте. Это очень легко, очень легко. То есть даже особо ничего думать не нужно. Так, все, основа у нас есть. Давайте возьмем и отпечатаем с помощью пластины какой-нибудь незатемливый рисунок на задний план. Пусть это будет, опять же, какой-нибудь шрифт. Давайте, вот, из последних пластин. Шрифт. Видите, я думаю, что у всех есть какая-нибудь пластина с каким-нибудь шрифтом, да, вот, пусть это будет вот такой мелкий. Можно вот такой какой-нибудь задействовать. Это чисто от того, что освежить задний план, все равно там будет что-то видно. Давайте вот с этими буковками возьмем. Да, давайте. Вроде как вы не ответили. Веселенькие, веселенькие, да, дизайны очень веселенькие. Татьяна к нам подключилась. Здравствуйте, Наталья. Так, берем быстренько пластиночку, да, с каким-нибудь шрифтом. Белый гель, этот, лачок взяла для стемпинга, да, убрала все лишнее. Сильно не давлю, абсолютно сильно не давлю. Ну, убираем все лишнее. Легкий накат. Видно, все чисто взнабирается. Убираем быстренько в сторону. И на задний план отпечатываем. Можно прямо, можно наискосочек. Видите, как хорошо все видно. Слушайте, у меня тут вот на кончике. Не буду перебирать заново. Какая-то тут вот оп. И, в общем-то, как будто так и было. Так, здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Кира. Привет всем. Так, все, на заднем плане у меня есть. И вот теперь как раз таки, девчат, возьму и перекрою топом безостаточной липкости. Вы, может быть, работаете любым каким-нибудь топом безостаточной липкости. Как бы это не принципиально. Сейчас я там какой-то вопрос. Сейчас, девчат, я перекрою и прочитаю. Все, топ безостаточной липкости. Глянцевый топ безостаточной липкости. Не хочу, чтобы испортился мой задний план. Поэтому очень-очень тоненько. Потому что мы сейчас будем с вами раскрашивать технику с стендами. Добавим еще цвета неоновые, естественно. Значит, читаю. Пока типсики поставлю. Пока у меня там просыхает. Значит, здравствуйте. А если эмпасту для стемпинга использовать на штампик? Можно несколько раз с пластины набрать рисунок? Штамп придется очистить. А пластину можно не очищать. То есть вы можете эмпасту положить на пластину. Лишнее убрать, распределить равномерно. Лишнее убрать, отпечатать. Штамп также вы очищаете либо роликом для одежды, либо скотчем, чтобы подушка не стала мутной. Все то же самое. А с пластины можно бесконечно ничего не убирать, не вытирать, потому что эмпаста же не высыхает без воздействия ультрафиолетового света или светодиодного. Поэтому пластину можно не вытирать вообще. А сам штампик, чтобы хорошо, красиво отпечатывалось, конечно, имеет смысл все-таки с помощью скотча или ролика для одежды все-таки очистить. Так, все. Значит, у меня топ безостаточной липкости. Вот. Но, значит, некоторые, допустим, мастера могут взять, допустим, сейчас в данном случае, и, например, там забафить поверхность. Можно сделать так. Можно не бафить поверхность, а для того, чтобы точно отпечатывался рисунок с помощью техники стемпинг, можно будет сверху нанести праймер, праймер ультрабонд, ультрабонд, да, ультрабонд, праймер, ну, как хотите, назовите жидкость та, которая служит как двойной скотч. И, например, если, например, сейчас будем отпечатывать, чтобы наверняка все отпечаталось, можно тонким-тонким слоем, очень тонким, практически даже полусухой кисточкой ультрабондик навести на поверхность. Просто будет хорошо отпечатываться. Объема никакого не будет, но зато поверхность будет готова к хорошему отпечатыванию. Так, ну и давайте возьмем пластину с какими-нибудь такими значками, которые будут прикольно разукрасить. Ну, вот смотрите. Вот, допустим, тут черепушечка, какой-то котик, заяц какой-то в виде черепок с ушами, привидение. Можно, например, их задействовать, да, собачка, грибочек. И, кстати, вот грибы прикольно такие, когда неоновые, они очень смешно выглядят. Такие галлюциногенные какие-то грибы. Кстати, можно как раз таки воспользоваться. Ну да ладно, значит, давайте. Значит, нам нужно было сейчас сначала тот рисунок, который мы хотим раскрасить, конечно же, черным цветом, набрав на подушечку. Так, я даже сейчас не знаю, что быстрее сделать, чтобы быстро-быстро. Так, ну, конечно же, мне нужно приготовить капельки лака для стемпинга. Я не знаю, каким я еще буду печатать. Давайте я так возьму, основной там желтый. Давайте розовый возьму. Так, кисточку возьму, идеальный мазочек номер ноль. Ну, хорошо, у нее острый кончик, и она будет хорошо раскрашивать. Так, ну, и черный, черный лак для стемпинга, опять же, где он у нас. Вот, ну, давайте начнем раскрашивать стемпинг. Вот, прикольная тема, кстати, ну, опять же, для любителей. Ведь есть же люди, которые прям любят повозиться с этим делом. Так, какой я тут выберу? Ну, давайте вот этот прикольный, с ушами. Черепушкин, ушастый Черепушкин. Все, заблудилась тетя Наташа. Так, сейчас убираем все лишнее. Быстренько набираем на подушечку. Все, смотрим, убираем лишнее. Все, вот у меня отпечаталось. Видно? И теперь мы это дело раскрашиваем. Давайте зеленым его сделаем. Значит, повторных движений делать не надо. Можете просто в верхней части рисуночка поставить капельку, вот так аккуратненько округлить и аккуратно вниз тянуть. Старайтесь не повторять. Лак же очень быстро будет высыхать. Кстати, плохо отпечатывалось немножко. Ну, ладно. Значит, я думаю, что мы докрасим, дорисуем, если что. Значит, повторных движений делать нельзя по подушечке, потому что лак же будет высыхать потихонечку, он будет тянуться за кисточкой, будут получаться пробелы. Поэтому старайтесь все это делать с первой попытки. Сказала Наташа. И тут же промазала. Все, раскрасили. Так, и отпечатали. Так, как мы, видите, на ультрабон печатаем, поэтому, видите, все четко, все чистенько, нигде ничего даже не осталось. Так, давайте теперь еще какую-нибудь фигурку раскрасим. Фигурку. Ну, давайте, не знаю, там... Грибы мне нравятся. О, видите, вот грибочек тут, может быть, отсвечивает. Грибочек. Поехали. Грибочек. Ой, не знаю, вы знаете, вот я, конечно, взрослый человек, но мне так нравится вот это играться, честно. Я вот какое-то, знаете, прям удовлетворение получаю от того, что вот просто сижу, вот это вот иногда ляпаюсь, готовлюсь к эфиру. Девчата, плохо отпечаталась, пока разговаривала. Так, все есть. Понятно, что хочется быстрее, правда же? А чем оттирать пластину от лака для стемпинга? Спасибо большое, Кира. Да, лучше всего пластину очищает жидкость для снятия гель-лака. Вот просто проводите один раз, и все, и все шикарно оттерлось и отмылось. Так, ну а мы тем временем раскрашим вот тут вот шляпку. Так, на кисточку давить не надо, буквально просто вот аккуратненько заполняете. Так, формочку надо поправить. Так, начинает уже лак высыхать на палитрочке, поэтому надо побыстрее. Капельку вот сюда вниз поставлю. Все, гриб у нас галлюциногенный тоже есть. Очень легко отпечатывается, все круто. Так, давайте сюда добавим каких-нибудь надписей. Можно взять... Сейчас, секундочку. Где у меня там пластиночка с такими уличный стиль. Вот она, стрит-стайл, да? Можно просто там каких-нибудь добавить. Смотрите, вот тут вот чубрик какой-то. Не обязательно с раскрашиванием. А кисть чем отмывать? Точно так же, девчат, нужно использовать кисточку, конечно же, легко отмыть ее тут же сразу же, вот в капельке жидкости для снятия гель-лака, и все, она будет и в хорошем состоянии, то есть как бы особо не будет. То есть надо просто завести отдельную кисточку для лака. То есть как бы потом с гелем сложновато с ней работать. Ну, через базу, в принципе, можно в базе промыть и работать дальше. Можно и так. Так, ну что мы добавим к нашему уличному стилю? Конечно же, надо какую-нибудь надпись. Давайте вот так. Все лишнее. Раз, убрали. Некоторые роликам убирают, а я вот привыкла пальцем. Прикольно получается, быстро. Так, надпись одна. Так, и давайте еще какое-нибудь. Даже если когда сейчас что-то не наберется, я страдать не буду сильно по этому поводу. Ну, по большому счету, можно продублировать чем-нибудь, где-нибудь. Сейчас загляну, куда можно еще что-нибудь поставить. Что-нибудь, может быть, желтенькое замутим? Желтенькое всегда выигрывает. Яркое, солнечное. На самом деле, кто во что гораст. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Поэтому пусть будет чуть-чуть желтым. Так, ну и, конечно же, высыхает все это очень быстро на воздухе. И закрываем. У меня под руками есть ультрашай. Самый незаменимый цвет. В топ. Все, и перекрыли. У нас там на заднем плане белые буковки. Такой-то, знаете, винегрет. Но сам ноготь, получается, остается как бы, да, первоначального цвета. Сейчас, говорят, это модно. По крайней мере, слышала неоднократно. Вот так вот тихонечко наблюдаю за мастерами. Иногда такое крутое делают. Вообще так классно. Там буквально, знаете, два притопа, три прихлопа, и все готово. И так круто смотрится. Так, ну а мы с вами вот эти вот цветные значочки, да, на голый ноготь. Видно буквально, да? Ну, конечно же, там, он не просто же голый ноготь в любом случае. Но очень прикольно смотрится. Надеюсь, какие-то, знаете, идеи вы для себя подчеркнете. Вот. А я очень хочу поблагодарить за идею. За идею хочу поблагодарить прям в прямом эфире крутейшего технолога Екатерина Николаевна Мирошниченко. Это Юлю Готовцеву. Она мне подсказала идею. И я ей несказанно благодарна. Потому что, когда молодежь, да, молодежь, она все равно немножко по-другому видит все это дело, да. А я вот, допустим, человек постарше, конечно же, для меня как бы сложновато. Но делая, получила огромное удовольствие. И прям супер-пупер. Вот. Значит, чем кисть мы сказали, да. Спасибо за эфир. Большое, пожалуйста, девчат, на самом деле. Каждый раз очень сильно переживаю. Готовлюсь, чтобы, знаете, вот как бы показать вот много-много разных-разных вариантов. Хотя техника-то одна и та же, да. Сейчас мы сюда прикрепим наши значочки. Как раз вы сделаете скриншот, и у вас останутся много каких-нибудь идей. Не знаю, для молодежи сейчас летом, вот увидите, будет очень много. Те, кто любят дизайны, вот такого плана будут очень многие пользоваться такими дизайнами, да, именно для клиентов. Ведь тут же особо думать не надо, вот в чем проблема. На один ноготь. На один ноготь. Прикольно вообще. Или раскидать на несколько ногтей. Так, девчат, вот так держу типсы. Значит, надеюсь, что вам хорошо видно, и какие-то варианты вы, может быть, для себя подчеркнете. Ну, а вам всем большое огромное спасибо за то, что вы наблюдаете, за творчеством Екатерины Николая Мирошниченко, за теми материалами, которые выпускает Катя. Это всегда очень интересно, это всегда очень много. Сразу же параллельно выходит много новых идей. И с выходом новых материалов каждый сезон появляется дайджест. Хочу вам напомнить о том, что есть дайджест. Кстати, сейчас вам покажу. Наверное, может быть, уже кто-то приобрел. Это как раз-таки весна-лето 2024 года. И сейчас секундочку, приподниму повыше. И все дизайны, которые здесь сделаны в дайджесте, девчат, тут, конечно же, нету там прям таких вот. Катя, конечно, у нас человек очень творческий, очень много там рисующий. Но здесь именно много дизайнов сделано как раз-таки на прозрачной основе. Так, здесь вот это все гирлаки, гирлаки. Посмотрите, сколько здесь идей. Здесь очень много людей трудились, как бы технологи, да, очень много вариантов предлагают. И как раз-таки... О, я обещала. Сейчас покажу, Оля. Я еще не выключилась. Значит, в каталоге очень много вариантов дизайнов с помощью именно техники стемпинг. Много вариантов дизайнов с помощью вновь вышедших шармиконов, слайдеров. И все, значит, материалы, все декорации, которые представлены в этом каталоге, они уже все появились в продаже. Вот, поэтому спрашивайте у своих представителей, спрашивайте. Можно просто через интернет-магазин купить. То есть, как бы, очень много идей. И можно даже клиенту давать листать. Я думаю, что многие клиенты как бы заинтересуются дизайном. Ну, понятно, что кто-то любит, а кто-то не любит. Девчат, я абсолютно не претендую там, что надо все должны делать. И вообще, вы знаете, как красиво. Я видела это вживую, это очень красиво. Под украшения, под какие-то такие, видите, форма тоже красивая. Так, значит, по поводу дайджеста уже сказала. Много вариантов, много материалов, ну, вышедших, и много разных идей. И по поводу второй руки. Да, еще раз повторюсь. Да, я тут нежданно-негаданно стала моделью. И, как бы, вот такие вот дела получились. Ну, черный кончик, неотъемлемая часть. Была моделью своей дочки, она мастер. Вот, и она тренировалась на мне делать наращивание верхними формами. Кайфово. Знаете, прям так впечатляюще. Всем, девчонки, спасибо огромное за эфир. Спасибо за то, что вы нас смотрите и слушаете. Надеюсь, что в следующий четверг мы с вами встретимся, как обычно. А всем желаю здоровья, любви, весны и побольше денежных клиентов. Удачи. Завершить.